Самое большое заблуждение, с которым я сталкиваюсь относительно мужского стиля, это мысли о том, что для того, чтобы выглядеть стильно, нужно быть богатым, что нужно иметь много дорогой одежды. Ребята, уверяю вас, это неправда. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами концепцией минимализма. Благодаря этому вы сможете создать гардероб с большим количеством нарядов при меньшем количестве предметов одежды и за меньшие деньги. Вы готовы? Тогда поехали. Концепция, о которой я хочу с вами поделиться, обманчиво проста, но не позволяйте этой простоте вас ввести в заблуждение. Большинство парней не понимают, как применять эту философию, покупают горы одежды, тратя много денег, но в итоге оказывается, что им нечего носить. То, о чем я говорю, называется капсульный гардероб. Это понятие впервые появилось в 1970 году сьюзинфо. Смысл этого заключался в том, чтобы создать базовые вещи, которые можно сочетать друг с другом. В 1980 году дизайнер Дона Карен выпустила коллекцию одежды для женщин, которая должна была стать капсульной. Дизайнеры мужской одежды позаимствовали этот термин. И я думаю, что на своем канале я улучшил концепцию этого термина, разбив капсульный гардероб на три части. Как вы можете увидеть на этой диаграмме вена, у нас есть направление, взаимозаменяемость и качество. Если все это присутствует у вас в гардеробе, значит у вас есть капсульный гардероб. То есть набор вещей, которые позволят вам подбирать больше нарядов из меньшего количества вещей. Если вы смотрите это видео и думаете сейчас, звучит как-то не очень, не вдохновляет такой скучный гардероб. Так вот, ребята, досмотрите это видео до конца, и я покажу вам, что капсульный гардероб, это вовсе не скучно. У меня даже есть подборка лукбуков для доказательства. Так что давайте, не теряя времени даром, начнем прямо сейчас. Итак, направление. Что это значит? То, что вы хотите сказать своим гардеробам. О чем вы хотите рассказать людям своим имиджем? И первый фактор, чего требует среда, в которой вы живете? Мы сейчас говорим о погоде. Мы говорим о том месте, где вы живете. Если вы живете в Майами, ваш гардероб будет отличаться от одежды, которую вы бы носили, если бы жили в Сиэтле, или в Чикаго, или в Нью-Йорке. Живете ли вы в городе или за городом? Все это нужно принимать во внимание. Всякий раз, когда вы получаете совет от кого-то относительно одежды, что следует носить? Подумайте, а подойдет ли это вам конкретно для вашей среды? Если вы живете в Южной Калифорнии, у вас не так уж много вариантов верхней одежды, потому что вам попросту не нужны эти варианты. Разные там двубортные или однобортные пальто отлично выглядят, но вам они не нужны в вашем гардеробе. При этом головные уборы – это уже ваша тема, вы, скорее всего, захотите потратить больше денег на качественные солнцезащитные очки, кроме того, у вас будет больше вариантов легкой обуви. В Чикаго четыре сезона сменяют друг друга, а в Нью-Йорке вы живете в городской среде, и если у вас нет машины, вы ездите на работу каждый день, и наверняка вам захочется потратить средства на практичную и удобную уличную обувь, красивую при этом, из-за которой легко ухаживать. Следующий пункт – ваши профессиональные нужды. Работаете ли вы в офисе или же в сфере услуг, работаете ли вы руками или же работаете дома, взаимодействуете ли постоянно с клиентами, все это играет огромное влияние. Вы можете выбрать более формальную одежду, которая говорит о вашей уверенности в себе, или же более повседневную одежду, если просто общаетесь с людьми по телефону, в любом случае вам нужна одежда, которая вам нравится и в которой вы чувствуете себя комфортно. Однако остались профессии, где дресс-код очень важен. Одежда в некоторых профессиях посылает окружающим сигнал о том, кто вы такой. Если вы юрист в строительной компании, не имеет значения, что остальные одеваются неформально. Важно то, что вы юрист, и вам важно выглядеть солидно. Если вы заключаете контракты на много миллионов долларов, важно, чтобы ваш облик соответствовал статусу. При этом, если вы консультант и много путешествуете с западного побережья, в южный Техас, там, где жарко и влажно, вам нужно иметь одежду, которую можно легко снять, например, куртку или пиджак. Но если при этом вы должны зайти в офис с работающим кондиционером, где вы увидите других консультантов в Маккензи или Бэйн, вам захочется тоже надеть такую одежду, чтобы вы имели возможность соответствовать окружению. И, наконец, давайте поговорим о вашем персональном стиле. Вы наверняка хотите привнести что-то свое, уникальное и неизбитое в свой стиль, и такое, возможно, даже в консервативной среде. Я знал одного адвоката, ему нравились черепа и скрещенные кости, такой пират своего рода. Он сделал себе запонки с черепами, а еще у него было такое кольцо. Он как будто хотел немного припугнуть окружающих. Не хочу соврать, но точно знаю, что этот парень получал удовольствие даже в том окружении, в котором, по мнению многих, все очень консервативно. И вот в чем весь фокус. От вас могут требовать носить костюм, вы можете носить униформу, но при всем при этом вы можете адаптировать свои нужды под свои вкусы. Вам действительно нужно носить темный костюм? Если да, вы всегда можете ввести тонкую полоску, вы можете разнообразить образ нагрудным платком, вы можете обыграть галстук или же галстук-бабочку, если обычный галстук для вас это слишком скучно. Всегда можно найти способ носить формальные вещи, но добавить изюминку. Следующая ключевая концепция капсульного гардероба – это взаимозаменяемость. На самом деле, я много говорил об этом на своем канале. Как понять, что те вещи, которые вы покупаете, будут сочетаться друг с другом? Первое, в чем вы должны убедиться, что у этих вещей один и тот же уровень формальности. Например, если в целом вы подбираете вещи, которые будут выглядеть достаточно официально и формально, то есть вы будете носить их на работу, в банк или в какое-то учреждение, если вы консультант или адвокат, то к костюмам не подойдет повседневная обувь. Она не будет частью этой вашей конкретной капсулы. Кстати, у вас может быть несколько капсульных гардеробов. Один может быть более повседневным, другой – более формальным. Но в рамках одной капсулы стиль должен быть однородным. Кажется, что это очевидно, но часто я сталкиваюсь с тем, что кто-то покупает вещь по скидке или потому что она выглядит круто, но потом оказывается, что она не сочетается с другими вещами в гардеробе. Если вы видите крутые туфли, неважно по скидке они или нет, если у вас повседневный гардероб, они вам не нужны. Далее поговорим о цвете. Так много людей влюбляются в яркие цветовые сочетания, вещи, которые привлекают внимание, те, что вызывают вау-эффект, поэтому они не могут удержаться от искушения заполучить их. Но на самом деле, ребята, реальность такова, что большинство вещей в вашем гардеробе будут обычных скучных цветов. Если можно сравнить это с живописью, то эти цвета будут основой, фоном на холсте. Белые вещи будут составлять 20% вашего гардероба, серый – где-то 18%, темно-синий – 14%, черный – 13%, ярко-синий – 12%. Коричневый цвет займет 10% вещей в гардеробе. И, смотрите, мы уже набрали 87% вещей и не назвали ни одного яркого красочного цвета. Ничего бросающегося в глаза. Почему нужно придерживаться этих базовых цветов? Потому что их легко сочетать друг с другом. Они легко формируют нужную нам базу. И хотите – верьте, хотите – нет. Но те цвета, которые считаются яркими и модными, как приправы и специи в приготовлении еды. Так а чем же я заполняю оставшиеся 13%? Лично я, зная свою фигуру, выбираю зеленый на 7%. Почему так много зеленого? Потому что это один из моих любимых цветов. И мне нравится время от времени надевать зеленую рубашку, джемпер или пиджак зеленого цвета. Зеленый мне нравится. Пурпурный цвет занимает у меня 2%. Красный тоже 2%. Оранжевый 1%. И золотой тоже 1%. При этом вы можете менять соотношение, исходя из своих предпочтений, фигуры и тех цветов, что хорошо на вас смотрятся. Наверняка есть какой-то определенный оттенок, который отлично на вас смотрится. И люди говорят вам комплименты. Мол, чувак, тебе это идет. Придерживайтесь таких цветов. Мне идет зеленый, особенно оливковый. Найдите что-то, что будет идти именно вам и придерживайтесь этого цвета. Далее мы не можем говорить о цвете и забыть упомянуть узоры. Я бы посоветовал, когда вы в самом начале собираете свою капсулу гардероба, быть по сдержанию в узорах. Особенно это касается брюк и пиджаков. Все, что стоит дорого, должно быть из простой материи. При этом, как только вы создадите базу, например, у меня есть 3 пары ботинок коричневого цвета, темно-коричневого, более светлого и орехового оттенка. Мне нравится коричневый цвет, так что вы можете использовать один цвет разных оттенков. Четвертая и пятая пара ботинок могут быть из замши. Что касается брюк, в этом отношении я очень осторожен и консервативен. Я всегда использую базовые цвета. Что же касается узоров, то вы можете смело выбирать разные узоры на ваших рубашках и аксессуарах, потому что в этих деталях одежды вы можете не бояться рисковать и экспериментировать. И они не так дорого стоят, как те предметы гардероба, о которых я говорил ранее, то есть туфли, брюки и пиджаки. В рубашках вы можете поэкспериментировать. Особенно хорошо смотрятся рубашки в мелкую полоску. Издалека кажется, что они вообще однотонные. В аксессуарах вы можете смело использовать горошек, рисунок пейсли и яркие цвета. Другой способ использовать взаимозаменяемость – придерживаться классики. Кому-то классика кажется очень скучной. Но знаете что? Если это было стильно 30 лет назад, и это стильно сейчас, то это будет стильно через 20 лет, скорее всего. Так что на классику можно потратить средства без опаски. Если вы собираетесь купить предмет одежды и не знаете, будет ли он долго в моде или нет, покупайте его в классической форме. Блейзер всегда будет составляющей военно-морской формы. Всегда будет классика в спортивных пиджаках или джинсах. Темно-синий до немота хорошо узнаваемый цвет всегда будет классикой. Он отлично сочетается со многими другими предметами в гардеробе. Кожаные куртки, джинсовые куртки, рубашки в стиле Оксфорд, пеннилоферы темно-коричневого цвета. Все это классика, с которой мы будем сталкиваться снова и снова. Если вы добавите эти предметы в свой гардероб, вы можете быть уверены, что с ними получится много сочетаний. И, наконец, говоря о взаимозаменяемости, не бойтесь использовать цветовые блоки. Я имею в виду определенные цвета в определенном типе одежды. Я обычно выбираю темно-синие цвета, часто деним, или серые и коричневые. И я уверен, что рубашки, которые я ношу, чаще белые, будут сочетаться с любым из этих цветов. Я ношу зеленые пиджаки, на самом деле я не ношу зеленые брюки. Сочетаются со многими моими рубашками, которые я выбираю в белых и голубых тонах. Рубашки сочетаются с брюками, пиджаками. Все это позволяет мне легко находить подходящие сочетания. Конечно, не нужно зацикливаться только на этих цветах. У меня есть предметы в гардеробе, которые ломают эти концепции. Но все же помните, что мы говорим о капсульном гардеробе. У вас в гардеробе должны быть вещи, которые вы с закрытыми глазами сможете легко сочетать друг с другом. А теперь давайте поговорим о качестве. Если вы думаете, что качество всегда стоит дорого, вы ошибаетесь. Это не всегда так, но часто да. Если вы хотите что-то высокого качества, один раз вы поплачете, увидев цену. Но вы полюбите эту вещь, и она будет классно смотреться на вас. И она в итоге окупит себя. Это вещь, потому что вы сможете носить ее долгое время. И определенные вещи, обувь или кожаные сумки, у них есть свой характер. Со временем они не теряют своих плюсов. А часы и другие аксессуары со временем могут стать дороже. Меня часто спрашивают, а можно ли получить высокое качество по низкой цене? Мой ответ – да, но это может быть непросто. Поэтому нужно обратить внимание на два аспекта. Первое – вы должны прекрасно разбираться в том, что конкретно вы ищете. Если у вас есть еще и много свободного времени, в дополнении к знаниям, вы можете поискать выгодные сделки и в итоге найти для себя что-то приемлемое. Где-то вы можете найти распродажи до 50%, так вы можете найти хорошие высококачественные кожные ботинки или пиджак какого-то любимого вами бренда и совершить выгодную покупку. Может быть, у этих предметов будет небольшой дефект, может быть, вы найдете их в секонд-хенде, и их до вас кто-то немного поносил. Но может оказаться, что эти предметы, этим ботинкам можно придать отличный вид, и они будут как новые. Существует много способов сэкономить деньги. Но чаще всего мы с вами платим немалые деньги, потому что у нас нет времени. Нам нужно решить вопрос быстро, и часто у нас недостаточно знаний в этой сфере. Так что чаще всего нам приходится выплачивать полную сумму. Однако при всем при том, даже полная стоимость чаще всего себя оправдывает, если вы разбираетесь в теории ценности стиля. Ценность в ней равна числу раз, когда вы надеваете этот предмет одежды, умноженному на то, как вы в этой одежде чувствуете себя, деленному на цену этой одежды. Давайте я приведу пример, как это работает в реальном мире. Вам нужно сделать выбор. Купить дешевый костюм за 100 баксов, или дорогой костюм, который отлично на вас сидит, за 400 баксов. Если вы выберете дешевый костюм, вы наденете его один раз, и вам в нем будет некомфортно, и вы повесите его в дальний угол шкафа. Вы никогда больше его не наденете, и стоимость этого костюма будет равна 100 баксам. Более дорогой костюм вам будет стоить 400 баксов. Но надев его, вы будете получать комплименты весь вечер. У вас будут причины надеть его снова. Вы захотите пригласить девушку на свидание в этом костюме. Вы захотите появляться в нем на публике, показывая презентации на большую аудиторию. Вы захотите появляться в этом костюме на свадьбах своих знакомых. Вы наденете этот костюм 40 раз за следующие пару лет. И знаете что? Получится всего 10 баксов за один вечер в этом костюме, и вы сможете продолжать его носить и дальше. Итак, что же оказалось более выгодной покупкой? У более дорогого костюма получается более высокая ценность, потому что вы гораздо больше раз наденете его. Поэтому ценность вещи не равна ее цене. Подумайте, сколько раз вы сможете надеть эту вещь, и как важна она может быть для вас. Ведь важнее то, как вы себя чувствуете в этом предмете одежды. Составляя капсульный гардероб, я бы выбрал те предметы одежды, которые должны служить долго. Костюм, костюм, качественная обувь, хорошие часы, например, сейка. Не бойтесь покупать дорогую вещь, она прослужит вам долгое время. А теперь давайте поговорим об аксессуарах. Этими предметами вы можете как бы приправить ваш капсульный гардероб. Здесь вы можете проявить смелость и экспериментировать. Ваш базовый гардероб может быть простым. Для меня это могут быть шорты, серые брюки или джинсы, которые можно сочетать с разными рубашками голубых оттенков. Но я экспериментирую с солнцезащитными очками, я выбираю разные головные уборы. Кроме того, я выбираю и другие аксессуары. Например, у меня есть коллекция часов. В этой сфере вы можете выбирать разные яркие цвета, разные стили, делать то, что хочется. Может быть, выбрать что-то классическое, потратить на это больше денег. Прошлым летом я, например, носил очки Wayfarers. Также очки Clubmaster тоже хорошо сочетаются с одеждой. Смысл в том, что в аксессуарах можно позволять себе вольности и делать то, что хочется. Разнообразить свой капсульный гардероб. Капсульный гардероб – это вовсе не скучно. Он всегда позволяет вам без усилий и размышлений быстро составить подходящее сочетание предметов одежды. А что по поводу лукбуков? Некоторых идей относительно капсульных гардеробов. Друзья, в описании под видео я прикрепил ссылку на нашу статью. Там разные идеи и образы того, как вы можете составлять свои капсульные гардеробы. Мы собрали для вас хорошие идеи. Так, а что дальше? Какое видео стоит посмотреть? Как насчет десяти трюков, чтобы одежда была в пору? Это нужно посмотреть каждому парню. Кликайте на видео, вы не пожалеете. Поверьте, это видео вам пригодится. Нужно уметь подгонять одежду под себя. Смотрите это видео, ребята, и до встречи.